Депутаты Магаданской областной думы рассмотрели вопросы налоговой политики, межбюджетных отношений, развития региона по программе особой экономической зоны. В прошлом году между Минфином России и правительством Колымы были заключены соглашения. Согласно им, в Магаданской области будут предоставляться бюджетные кредиты из федеральной казны. Это, по словам специалистов, поможет частично покрыть дефицит регионального бюджета. У нас в Магаданской области в этом году высвобождается 793 миллиона и, соответственно, мы можем их направить. Первое, компенсация по снижению налоговых и налоговых доходов, это мы не прогнозируем, то есть направлений с производителем будет. Мероприятие, связанное с профилактикой устранения последствий коронавирусной инфекции, более 70 миллионов планируется на здравоохранение, также походка СИЗО в лекарственных средств. Следующее, расходные обязательства, связанные с реализацией региональных проектов, обеспечивающих достижение цели показать результаты федеральных проектов. То есть, на софинансирование по нацпроектам планируется также, если не управлять эти средства, это порядка 940 миллионов. Кроме того, парламентарии обсудили изменения программы развития особой экономической зоны в Магаданской области на 2021 год. Средства предложили перераспределить. Первое, на строительство ангара для хранения техники для Северного Артека. Второе, на укрепление материально-технической базы в области физической культуры и спорта.